Здравствуйте! На календаре 24 июля среда. В студии для вас работает Полина Евставьева. И сейчас я расскажу кратко о самом главном к этому часу. На севере Москвы подорвали машину. По данным телеграм-канала Астро, внедорожник Toyota Land Cruiser принадлежал Андрею Торгашову, замначальника 89-го Центра спутниковой связи Вооруженных сил России. Ряд российских СМИ отмечают, что именно Торгашов вместе со своей супругой находился в авто в момент взрыва. В МВД тем временем заявляют, что взрыв произошел в результате детонации некоего устройства. Российское государственное агентство ТАСС ранее сообщило, что в результате взрыва Торгашов лишился ступни, а его жена получила осколочные ранения. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. При новости отмечают по одной из версий взрыв – результат профессиональной деятельности военного. Очевидцы опубликовали кадры произошедшего. В свою очередь, сам Андрей Торгашов опровергает информацию о том, что пострадал. Более того, в комментарии пропагандистскому телеканалу Russia Today заявил, что взорвана была не его машина. Ранее об этом говорила его супруга. Больше информации о происшествии вы можете прочитать на нашем сайте. В результате вчерашней утренней атаки на порт Кавказ был поражен российский железнодорожный паром «Славянин». Об этом сообщает генеральный штаб ПСУ. «Славянин – третий и последний железнодорожный паром, который был у Москвы в Краснодарском крае. Это существенно ограничивает логистику для нужды российской армии, в первую очередь в направлении оккупированного Крымского полуострова», утверждает украинский военный портал «Дефенс Экспресс». Британская армия должна быть готова к войне через три года. Об этом заявил начальник генштаба генерал Роналд Уокер. По его словам, за это время необходимо удвоить боеспособность, а к 2030 году утроить. Основной угрозой военный считает Россию, которая может мстить Соединенному Королевству за поддержку Украины. «Неважно, как война России против Украины закончится. Я думаю, что Россия, возможно, выйдет из этой войны слабее, объективно или абсолютно, но все равно будет очень опасно и будет стремиться к какой-то форме мести за то, что мы сделали, помогая Украине». Ранее о возможной войне с Россией говорил министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, Германия и Европа уже к 2029 году должны подготовить личный состав, промышленность и финансы для того, чтобы противостоять потенциальной агрессии со стороны России. Россия игнорирует запросы Турции относительно посещения украинских военнопленных. Об этом сообщил омбудсмен страны Шериф Малкоч. Ранее он посетил Украину, где изучил условия содержания российских военнопленных. Если Москва будет и далее отмалчиваться, Анкара намерена обратиться с жалобой в ООН. «Мы пытаемся наладить все возможные контакты по этому вопросу. Посещение военнопленных, ознакомление с условиями их содержания. Это нелегко, поскольку имеем дело с Россией. Но мы будем продолжать наши усилия. Сделаем все возможное, что в наших силах. Как омбудсмены мы не ждем политических или других решений. Мы проводим свою работу постоянно и планомерно». Верховный суд Испании приговорил к 18 годам заключения мужчину, который рассылал бомбы из-за поддержки властями страны Украины. В конце 2022 года 74-летний пенсионер отправил шесть посылок с опасным содержимым на имя премьер-министра и министра обороны Испании, а также в посольство Украины и США на военно-воздушную базу и оружейную компанию. При взрыве одной из посылок был ранен сотрудник в службе безопасности украинской депмиссии. Осужденный за терроризм также должен выплатить полторы тысячи евро компенсации пострадавшему. В южной части Атлантического океана затонуло рыболовецкое судно Argos Georgia. В команде были граждане России, Испании, Индонезии, Перу и Уругвая. По меньшей мере шесть человек погибли, еще семь рассчитаются пропавшими без вести. Судно под флагом острова Святой Елены вышло из порта города Стэнли по Кленских островов 21 июля. Из трех спасательных надувных плотов, по данным газеты Guardian, экипаж смог спустить на воду только два. Для помощи морякам были задействованы несколько судов и вертолет. Если вы смотрите наш выпуск на ютюбе, поддержите нашу работу. Поставьте лайк под этим видео, активно пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. В описании под этим видео вы найдете ссылки на все наши информационные ресурсы. Пропалестинские активисты проникли в американские Капитолии и устроили акцию протеста в связи с запланированным на среду выступлением премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху перед обеими палатами Конгресса. Люди в красных футболках с надписью «Нет нашего имени» выразили протест против войны в секторе газа. Они потребовали от властей США прекратить поддержку Израиля. Премьер-министр Грузии Иракли Кабахидзе утверждает, что один из еврокомиссаров недавно предупреждал его о возможном теракте в стране. Глава правительства уверен, что речь идет о покушении на главу партии «Грузинская мечта» Бедина Иванишвили, которое, как заявила ранее, служба государственной безопасности Грузия была успешно предотвращена. Кабахидзе также указал на то, что Иванишвили стал мишенью, как Дональд Трамп и Роберт Фитца. Еврокомиссар признался, что у него было какое-то предупреждение о теракте. То есть он предупреждал меня о теракте. На самом деле он тоже об этом говорил, что поляризация выпустит пулю. Как вы знаете, поляризация не стреляет пулями. Это делают убийцы. Конечно, это не было предупреждением лично еврокомиссара. Его использовали как своего рода мессенджера, чтобы донести до нас соответствующую информацию. Пхеньян продолжает мусорную войну, запуская воздушные шары с отбросами в сторону Южной Кореи. Один из них приземлился в среду на территории резиденции президента Юнсук Йоля. В свою очередь Южная Корея возобновила трансляцию с помощью мощных громкоговорителей вдоль границы. Пхеньян грозится уничтожить их с помощью артиллерии. Европейское космическое агентство планирует отправить на Луну минимум пять исследовательских аппаратов. Первый посадочный модуль «Арганафт» отправится к естественному спутнику Земли в 2031 году на борту новой европейской ракеты «Ариан-6». Напомню, что ее первый полет состоялся в начале июля. В агентстве показали схему того, как будет выглядеть лунный модуль. Он состоит из трех компонентов. Основной части, отвечающей за посадку полезной нагрузки. Частью которой может стать луноход или научное оборудование, и грузовой платформы. Специалисты планируют, что «Арганафт» будет доставлять в любую точку луны грузы и научное оборудование массой до 2100 килограммов. Накануне открытия летних Олимпийских игр в Париже французским силовым структурам приходится усиливать меры по обеспечению безопасности спортсменов и зрителей. Так, французская газета «Парезион» проинформировала о задержании россиянина, который обвинен в подготовке, цитирую, «пророссийской операции по дестабилизации в период Олимпиады». Как утверждают источники редакции в правоохранительных органах, подозреваемый пытался разжигать ненависть во французском обществе. В свою очередь, Национальная антитеррористическая прокуратура сообщила о задержании 18-летнего подозреваемого в подготовке терактов во время Олимпиады. Международный олимпийский комитет объявил о проведении первой киберолимпиады. Она состоится уже в следующем году в Саудовской Аравии. Пока еще не составлен окончательный список киберспортивных дисциплин. В разработке находятся и правила отбора киберспортсменов. Напомню, что Олимпийское движение в прошлом году провело эксперимент с участием геймеров. Речь идет об Олимпийской киберспортивной неделе в Сингапуре. В США мощное извержение гейзера в Йеллоустонском национальном парке. Геотермальный взрыв повредил пешеходную зону и привел ко временному закрытию территории, а пострадавших информации нет. Взрыв также не повлиял на вулканическую систему. Йеллоустонский заповедник – первый в мире национальный парк, дата основания которого – март 1872 года. На его территории находится вулканическая кальдера, которую часто называют Йеллоустонским супервулканом. Природное явление застало туристов врасплох. У меня на этом все. Итоги дня с аналитикой и прогнозами смотрите уже в вечернем выпуске программы «Вот так». С вами была Полина Евставьева. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин